Эпидемиологи предупреждают, до конца января Подмосковье может столкнуться с новым штаммом коронавирусной инфекции – омикрон. Учитывая его короткий инкубационный период и высокую степень заразности, особенно актуальными становятся средства профилактики. Сейчас как никогда нам необходимо себя беречь, беречь своих родных и близких. Прежде всего, это соблюдение масочного режима в обязательном порядке, в местах скопления людей, в супермаркетах, в общественных местах. Далее, необходимо соблюдать социальное дистанцирование. Обработка рук антисептиками тоже является обязательной. В таких условиях продолжают работать культурные, образовательные и спортивные учреждения, а также другие объекты социальной инфраструктуры. Один из них – Одинцовский клуб «Активное долголетие». Его участники строго соблюдают все правила. Первое – это масочный режим, строго. Входят сюда, с улицы и одевают обязательно в маске, потому что кроме посетителей клуба «Активного долголетия», есть другие посетители в библиотеке. Кстати, маска не мешает даже пению. Ведь главное – это настроение. «Ой, люли, люли, моя, 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 моя». Ну, это мы медленно спели. Вообще она быстрая такая, веселая, задорная песенка. Вот, будем учить ее? Будем, да. Для обработки рук и поверхности всегда есть специальные антисептические средства. Ими регулярно протирают ручки дверей, предметы, столы и стулья в помещениях, где занимаются члены клуба. При этом у каждого сотрудника и участника Одинцовского «Активного долголетия» обязательно есть QR-код о вакцинации. Для посетителей допускается также справка о наличии антител после перенесенного заболевания сроком до полугода. После этого всем рекомендуется сделать прививку. За соблюдением этого правила ревностно следят и сами долголеты. Когда новичок приходит, они спрашивают, а у него есть QR-код? Потому что все заботятся о здоровье, своем здоровье, своих близких и окружении, в котором они занимаются. Так что, приходя на занятия в клуб, Одинцовские долголеты могут быть уверены. Здесь заботятся не только об их досуге, но и о здоровье.